7 апреля Православная Церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминаются важнейшие евангельские события. Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет возвестить Деве Марии, что она зачнет в очреве от Святого Духа и родит Мессию, Спасителя Мира. Ответ Пресвятой Богородицы, тогда еще совсем юной девушки, поражает силой веры в Божие всемогущество и степенью смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Именно на этом хотелось бы сегодня заострить внимание. Христианину, который однажды решился следовать за Господом, нужно научиться доверять ему безоговорочно. Споры, сомнения, недоверие – все это приводит к тому, что человек страдает там, где мог бы радоваться. Вспомним лишь несколько ярких примеров из священной истории. Пророк Иона. Когда Бог послал своего избранника проповедовать в Ниневию, Иона решил бежать от такого служения. Уже позже, после того, как его проглотила, а потом выплюнула огромная морская рыба, он все-таки отправился в путь. После возвещения жителям Ниневии о грядущем возмездии за их грехи, люди покаялись, вследствие чего Бог решил оставить их в живых. Возмущению Ионы не было предела, тут-то он и рассказал, почему изначально не желал принимать Божию волю. «Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Таким образом, не имея столько сострадания к огрешникам, как у Господа, Иона воспротивился своей миссии. Ему пришлось пережить и телесные, и душевные муки, вплоть до мыслей о смерти. И все это лишь потому, что он не смог полностью довериться Богу. Авраам и Сара. От Авраама, первого из трех еврейских патриархов, Бог пообещал произвести великий народ. Несмотря на то, что они с супругой Сарой были бездетны, и уже в преклонных годах Авраам поверил Творцу. Однако время шло, а потомство так и не появлялось. Начала проявлять сомнения и Сара. Несмотря на неоднократные заверения Бога, что его обещания в силе, Сара уговорила Авраама, чтобы дитя ему родила более молодая служанка, Агарь. Это легло в основу серьезного конфликта двух женщин и многих последующих проблем. Всего этого можно было избежать, просто немного подождав. Ведь обещанного сына Сара вскоре родила, и от него действительно произошел народ Израилев. И, наконец, Захария, отец Иоанна Крестителя. У священника Захарии и его жены Елисаветы, родственницы Девы Марии, также не было детей. И они, как и предыдущая супружеская пара, были немолоды. Когда случилось радостное, казалось бы, событие, архангел Гавриил возвестил Захарии о рождении сына, который должен стать предтечей Мессии, священник не поверил в это. За сомнение он был наказан немотой и не мог разговаривать вплоть до момента исполнения пророчества – рождения первенца. Мы видим, что многих мучений и абсолютно ненужных страданий можно было бы избежать верующему человеку, если бы он только научился безоговорочно доверять Богу. Но вернемся к событиям Благовещения. Только представьте себе, как была поражена Дева Мария, когда узнала, что станет матерью самому Богу, но она в своем юном возрасте твердо произносит «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Сегодня стоит каждому из нас задуматься, можем ли мы себя назвать рабами Господа, можем ли мы полностью и всецело отдать свою судьбу в Его руки, как наставлял святитель Филарет Московский, Дроздов, в одной из своих проповедей. Да будет, братья, пример, пресвятые Дева-наставникам нашим в истинной Богу преданности. Преданность Богу есть такое расположение Духа, по которому человек всего себя, все, что ему принадлежит, все, что с ним случиться может, предоставляет воле и провидению Божию, так что сам остается только стражем своей души и тела, как стяжание Божие.